Необходимо осознать, когда вы станете пробужденным, вы сможете видеть свои мысли, как они проплывают перед вами. А сейчас вы вовлечены в свои мысли, и вы думаете, что они ваши. Но когда вы станете пробужденным, они будут не вашими. Они будут просто проходить мимо вас, и вы будете отрешены от них. Итак, как вам это понимать? Мыслям уже миллионы лет. Они не ваши. Они просто протекают через вас, и всё. Структура мысли не изменилась. Изменился только объект. Мысль осталась такой же, и по сути мысль — это мера, сравнение. Древний человек измерял и сравнивал. Вы делаете то же самое. Он сравнивал, сколько у него коров и сколько у соседа. Вы сравниваете свои машины с машинами соседами. Итак, сравнение — это мысль. Но также мысль — это измерение и сравнение. И это не изменилось. Это не ваши мысли. Они просто существуют. Итак, ваши мысли — не ваши мысли. Теперь ваш ум. Что такое ум? Ум состоит из мыслей. И это человеческий ум. Очень-очень древний. У него та же самая структура. Страх, ненависть, гнев, беспокойство. Беспокойство о будущем. Беспокойство о прошлом. Он совсем не изменился. Объекты поменялись, да. В нём есть желание. Древний человек желал иметь копьё, а вы желаете иметь денег. Вот и всё. Тот боялся тигра, а вы боитесь спада на рынке. Структура осталась та же самая, и этот ум очень-очень древний. Итак, ваш ум не ваш ум. Вы предполагаете, что он ваш, а он не ваш. Теперь тело. Ваше тело не ваше тело. Вы не разработали своё тело. Оно было придумано миллионы лет назад. Та же самая структура. Нос, уши. Вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. За миллионы лет оно не поменялось. Ни вы его придумали, ни вы его создали, ни вы его зачали. Вообще ничего не сделали на самом деле. Ну и как оно может быть вашим телом? Это вообще не ваше тело. Вам нужно подумать над этим, поразмышлять. Теперь ощущение «я», чувство разделённости. Это опять же иллюзия. Это зависит от того, насколько быстро координируются ваши чувства. Если это немного замедлить, чувство разделённости уйдёт, будет только единство. Вы не существуете как отдельная личность. Нет отдельного существования. Совсем нет. Это ещё одна иллюзия. То есть ваше «я» — это всего лишь концепция. Итак, как же это понять? Вот очень простой пример, который поможет вам это понять. А именно, одежда, которая надета на вас, не вы придумали её, не вы сшили эту одежду, не вы произвели текстиль, не вы вырастили хлопок или создали полиэстер, из которого сделана эта одежда. Вы никаким образом не связаны с вашей одеждой. Это вообще не ваша одежда. Как вы можете говорить, что она ваша? Подобным же образом ваши мысли не ваши. И ум не ваш, и тело не ваше тело. И ваше «я» — всего лишь концепция. Когда вы станете пробуждённым, вы выходите из этого, и вы видите, как мысли автоматически пробегают. Вы видите, как речь происходит автоматически. и вы видите свои действия, что они происходят автоматически. Вы можете думать, будто это вы двигаете своей рукой, что вы контролируете это. Это не так. Если понаблюдать за мозгом в реальном времени, за долю секунды до того, как вы подумали поднять руку, мозг уже решил поднять руку. Это всего лишь иллюзия, будто бы вы решили подвигать рукой. Проблема в том, что вы отождествляете себя со своими мыслями, со своим умом, со своим телом и с так называемым «я». Мы это называем «анатма». Или на санскрите это означает «ложное отождествление». И почему существует это ложное отождествление? Из-за того, что мы называем на санскрите «прагниапарадха» или «сбой разумности». Из-за этого сбоя разумности у вас появляется ложное отождествление, и это ведет к чувству отделенности. Чувство отделенности есть причина всех проблем. Все внутренние проблемы вызваны этим чувством отделенности. Все семейные проблемы вызваны этим чувством разделенности. Все проблемы в стране, вызваны этим чувством разделённости. Все проблемы мира возникают из-за чувства отделённости. Если убрать это чувство, чувство отделённости, тогда не будет проблем ни внутри человека, ни в семье, никаких проблем ни в стране, ни в мире. Это истинная причина всех проблем. Освободиться от чувства «я» — это единственная революция. Ни французская революция, ни американская революция, ни русская революция, ни китайская революция. Эти революции были необходимы. Да, у них своё место. Но они не трансформируют человечество и не покончат со страданием. Единственное решение всех наших проблем — это в итоге пробудиться, когда мы потеряем это чувство разделённости. Вот где реальная проблема. Следующая часть учения — это «все вещи происходят автоматически». Они все происходят автоматически. То есть думание происходит автоматически. Это не вы думаете. Нет, например, никакого Германа. Нет Германа, который думает. Его нет. Есть только процесс мышления и всё. Герман никакого отношения к этому не имеет, и думание просто происходит. Это функция мозга. Когда вы станете пробуждённым, вы увидите, что думание просто происходит, и нет того, кто думает. Например, вы чертите окружность. Автоматически появляется центр. Думание происходит, а автоматически создаётся иллюзия того, кто думает. Но никого, кто думает, нет. Есть только процесс мышления, и он автоматический. Речь. Вы думаете, это вы говорите? Нет. Речь происходит автоматически. Действия происходят автоматически. Итак, все вещи происходят автоматически. И на этом необходимо сфокусироваться в феврале. Что всё происходит автоматически. И это только иллюзия, что есть контролёр или тот, кто думает. Что есть контролёр, который контролирует все действия, или думающий, который думает. Это не так. Это всё происходит автоматически. Сейчас вы живёте внутри ума. Вы все только существуете. Вы не живёте. Потому что вы живёте жизнью ума. Вы в тюрьме. В тюрьме под названием ум. Вы все заключённые. Сидите в тюрьме под названием ум. И вы даже не знаете, что вы в тюрьме. И потому что вы очень умные, вы хорошо обставили мебелью эту тюрьму, так хорошо всё организовали, что вам даже и неплохо от того, что вы в тюрьме. Только иногда. И что это за мебель? Ваши привязанности. Привязанности к жене, к детям, к мужу. Привязанность к деньгам, к собственности, к славе, к имени. Привязанность к удовольствиям и всё остальное. И вот это та мебель. Всё это организовано. Это хорошо. Вы должны этим обставить себя, и мы также помогаем вам в этом. Но это всего лишь для вашего выживания. Это не жизнь. Это просто существование. Вы начинаете жить только, когда вы вышли из тюрьмы. А когда вы выйдете из неё, вы увидите, что ум остался точно таким же. Все ваши знания не тронуты. Но вы вне этого. И всё работает автоматически. И ум прекрасно со всем справляется. Проблемы появляются, когда вы вмешиваетесь. Когда вы просто становитесь свидетельствующим сознанием, ум автоматически функционирует. Вы можете водить машину, самолёт, можете заниматься своей работой, быть инженером, доктором, заниматься чем угодно. Без всякого стресса ум будет работать очень эффективно. А вы будете смотреть на работу своего ума. Когда вы выйдете из ума, освободитесь от него, вы пробуждённый. Сейчас ум как большой осёл. И вместо того, чтобы служить вам, чтобы вы на нём ездили, вы тащите этого осла у себя на шее. Вот это ваше состояние. Ум держит вас в тюрьме. Он использует вашу жизнь для своего выживания. И вы совсем не свободны. Вас посадили за решётку. Только когда вы выйдете из ума, вы истинно свободны. Вы начнёте жить. Тогда вы узнаете, что значит жить. И все ваши вопросы, например, кто такой Бог, что такое Бог, откуда появилась эта Вселенная, в чём смысл жизни, в чём суть жизни, всё это исчезнет, полностью исчезнет. Потому что тот, кто задаёт эти вопросы, тоже исчезнет. А если он уйдёт, вопросы тоже уйдут. И на эти вопросы нет ответов. Тот, кто задаёт эти вопросы, должен уйти. И именно это мы намереваемся сделать. В процессе вся эта информация станет вашим осознанием. И когда вы станете пробуждённым, вы станете свободным. Итак, сейчас вы сказали, что мысли – это не мои мысли. Ум – не мой ум. Это тело – не моё тело. Все вещи происходят автоматически. Я, как личность, не существую. Итак, сейчас кто или что это, что делает эти заявления? Кто или что это, кто делает эти заявления? Всё, что вы говорите, что это – мысли не мои. Но что-то есть там. Что-то говорит это. Вы говорите, «Ум – не мой ум, но что-то есть там». Есть что-то, что наблюдает за умом, что делает эти заявления. Вы говорите, что все вещи происходят автоматически, но кто-то есть, кто-то есть, кто наблюдает, и кто-то, кто говорит, что все вещи происходят автоматически, кто-то говорит, что это тело, не мое тело, и кто-то говорит, что я, как личность, не существую вообще. Что это? Что это, что делает эти заявления? Так что вы это, вы это, то, что не рождалось, не умирает, вы вечное присутствие, вечное присутствие, это то, что вы есть на самом деле, ваше бытие, вы есть бытие сознания, блаженство, вы не мысли, вы не ум, вы не тело, вы не тот, кто действует. Все действия происходят автоматически, вы просто здесь для того, чтобы наблюдать, и вы искали это всю вашу жизнь, всю эту жизнь вы искали это, и ваш поезд не давал никакого результата, потому что вы искали в не тех местах. Это все равно, что как к человеку, у которого шляпа на голове, а он ходит вокруг и спрашивает у людей, где моя шляпа. Так что вы и есть то, что вы искали, вы и есть то, что вы ждали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok